Сначала было слово, и оно легло в строки письма, которое пришло к руководству главка. И если бы оно не дошло до адресата, навряд ли кто-то узнал о доблестном поступке полицейского с богатырским именем Святослав. За оказание помощи, спасение моей дочери прошу вас поощрить данного сотрудника вашими правами. Из письма стало ясно, что воскресным вечером Ирина со своей мамой отдыхала на пляже в районе Энгельского моста. Я стала себя не очень хорошо чувствовать и решила пойти искупаться. Когда я плыла, мне стало совсем плохо, и я понимаю, что я начала терять сознание. На помощь я позвать не могла, потому что у меня перед глазами темно, и мне стало очень плохо. Оказалось, во время купания девушка потеряла сознание, и изрядно наглотавшись воды, стала тонуть. На берегу бдительная мама Иры начала просить отдыхающих о помощи. И на ее призыв моментально откликнулся герой нашего сюжета. Я побежал в речку, и когда я бежал, увидел то, что рука показалась из воды. Я начал нырять за этой девушкой, вытащил, ухватил ее за волосы, вытащил сюда на берег. Тут она оказала первую помощь, и она пришла в себя. Полицейский благополучно забыл о своем поступке. Для него он кажется рядовым. Ведь долг любого сотрудника органов внутренних дел – помочь каждому нуждающимся в его защите гражданину. Кстати, Святослав уже два года работает в отряде ОМОН. И за это время неоднократно участвовал в задержании преступников как в Саратове, так и по области. Сейчас руководством главка принято решение о поощрении Святослава Терентьева. Анатолий Чернов, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов. Анатолий Чернов.